Крестные отцы Ахтама Самаркандского отказались от него. Новобранцу не помог Игуле. Осудить неправомерную коронацию собирались на ближайшей глобальной сходке в Турции. Новоиспеченный вор в законе Ахтам Якубов, Ахтам Самаркандский, лишился своего титула уже спустя две недели после его приобретения. Причем его полномочия приостановили те, кто его же и короновал. Напомним, уроженец Узбекистана был принят в семью на прошедшие в начале апреля сходки в Турции, которую собрали законники Давид Чхиквишвили, Дата Сургутский, и Тимура Снимаси Цверидзе, Срипа. Однако вскоре их действия были негативно восприняты остальной воровской массой, которая посчитала их решения неправомерными, а самого Якубова недостойным быть вором. Как стало известно накануне, в Турции со дня на день должна пройти новая сходка, на которой планировалось спросить с инициаторов коронации. Сейчас действия крестных отцов в отношении Якубова можно объяснить как признание их неправоты, однако отвечать перед сообществом им все равно придется. Тем более, что самому Ахтаму Самаркандскому они объяснили, что это всего лишь временная приостановка его полномочий и на той же новой сходке ему их вернут. Саму коронацию якобы приурочили к освобождению Якубова Ань-Аня, Таро, она прошла на следующий день после окончания его почти 10-ти летнего срока, однако сам криминальный генерал к утверждению кандидатуры Якубова отношения не имеет. А по мнению многих воров, в том числе и входящих в общий с крестными кутаистский клан, не развенчанный ранее зять Срипы, Тимур Асчурадзе, Алико Шоши, не находящийся под конфликтом Роман Джафаров, Ромик Курт, не трижды уже лишенный статуса Роман Ахмаладзе, Рома Батумский, не имели права кого-либо короновать. Что касается даты Сургутского, то среди его крестников Ахтам уже не первый, кому так и не удалось удержать свой титул. Сургутскому также напомнили о его участии в сходке 2015 года, собранный шакры молодым, на который было решено заморозить новые коронации. В упрек самому же Ахтаму Самаркандскому выдвигалось его недостойное поведение, о чем заявлял Хусейн Ахмадов. Хусейн слепой, припомнив, что, когда Ахтам отбывал свой многолетний срок в тюрьме ОАЭ, то был там избит чеченцами за то, что пытался навязать там свои правила. Это же подтвердил и Мираб Джангвеладзе, Мираб Сухумский, который попытавшись разобраться в этой ситуации, специально пообщался с сидевшим вместе с Якубовым криминальным авторитетом Казбеком Дукузовым. Сейчас он находится в международном розыске по подозрению в убийстве редактора Форбиас Пола Хлебникова. Известно, что изменить свое решение крестных пытался их земляк Кутаисец Рамаз Дзниладзе, а также отправленный специально из Москвы Смолявой от самого шакра молодого гуром Чихладзе, Квежоевич. В общем, выдвижением Якубова законники только окончательно испортили себе репутацию, да еще и рассорились с представителями дружественного Сухумского клана. Такие видны и его представители, как Мирабахия, Баха-Баха, Ираклий Каличава, Хуту, Кабаха Влидиане, Кабасу Хумский, Иакокий Тугуши, Энсо Батумский, которые не получили ни приглашения изначально, ни своей доли внимания впоследствии, едва не довели дело до рукоприкладства в отношении Дата Сургутского. Поэтому, когда в отношении Крестных пошла волна негатива, никто их не поддержал. Сам Жахтам, по некоторым данным, обращался за помощью к Гуле, но тот даже не стал с ним встречаться.